здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и так зима в полном разгаре причем во всех смыслах этого слова хотя она приходит к нам гораздо раньше но все-таки так называемая календарная начинается 1 декабря то бишь сегодня и поэтому мы решили поговорить о зиме которая будет в подмосковье именно так называется проект губернатора который собственно говоря и стартует в первый зимний день уходящего пока года но будет продолжаться довольно долго в общем на все вопросы нам сегодня отвечает начальник отдела культурно-массовой работы комитета по культуре городского круга рыберца григорий григорьевич негин здравствуйте григорий григорий ну во первых я не знаю вам что больше нравится зима или лето так по-человечески для отдыха зима то работы для отдыха лето работа зима тем не менее говорить мы будем в общем то даже это можно так сказать не просто отдых а отдых с умом с увлечением даже отдых который влияет на здоровье наших замечательных жителей давайте немножко поговорим об этом проекте тем более что он уже не первый год работает и я так понимаю что отталкиваясь от того что произошло и раз он продолжается от тех традиционных уже вещей решили его продолжать этот проект почему потому что он хорошо себя показал да все верно уже с каждым годом данный проект губернатор набирает большую популярность и масштаб он разрастается он изначально как бы по всей московской области сразу стартанул но с каждым годом становится все больше ярких мероприятий все больше интересных локаций и это связано все таки с туристической привлекаемостью московской области что приезжали буду приезжали не только слоя не только для своих жителей до жителей подмосковья чтобы нам приезжали и было тоже интересно побывать также чтобы сами жители подмосковья ездили в разные округа муниципалитеты и узнавали о подмосковье больше но и наверно тут какой-то степени хорошо в хорошем смысле слова идет такой небольшой отрыв от москвы почему потому что на время особенно новогодних праздников все-таки даже жители московской области которые ночуют иногда потому что работают в москве они все-таки возвращаются домой и будет здорово если они наконец-то в своем родном регионе своей родной московской области будут получать те же замечательные услуги для отдыха там катки и лыжные всевозможные гонки но мы об этом будем говорить и просто культурная программа для детей которые естественно и объединяет этот проект я так понимаю что если раньше до появления этого проекта каждый на скажем муниципальное направление у каждого были свои какие ну понятно дед мороз елка конечно нарезать в народ а здесь появилась система до который объединяет сразу несколько направлен во-первых появился единый бренд который яркие привлекательные люди видят и понимают о чем идет речь и в любом случае как у любого там бренда есть имя да и уже доверяют это уже как проверенная история вот это масштаб где масштаб там и больше уже как бы до возможности все верно не вот поэтому здесь как вы правильно сказали что москва да я люблю берется тем более она очень близко и составляет большую конкуренцию до чтобы поехать и поразвлекаться в новогодние праздники там для нас стоит большая задача создать такие условия приятные и классные можно если так сказать и вот чтобы люди отдохнули здесь получили удовольствие грубо говоря выйдя из подъезда вот он у него здесь каток вышел здесь у него ледяная горка там большой красочный фестиваль и здесь классная ярмарка в каждом парке это каждый день есть и лыжня здесь да здесь декабрь весь расписан и вплоть до окончания февраля поэтому я думаю что ли перчанам будет чем да кстати если говорить о москве уже такое ощущение что довольно продолжительное время даже вот все украшения они немножечко все одинаковые то есть если когда-то это воспринималось как некая ноу-хау есть такое ощущение насыщенности да и мужик ты хочется чего-то нового и поэтому мне кажется что когда проект живет вот на такой в общем то глобальной территории и я так понимаю в нем принимает участие довольно много людей ваших коллег в том числе когда собственно говоря нельзя к на лаврах что называется оставаться нужно обязательно идти вперед и действительно он работает как минимум три зимних месяцев до и начинается именно сегодняшнего дня вот давайте мы пойдем конкретно по наверное сначала декабрь скому периоду потому что он самый такой уже елки уже ощущение еще чуть-чуть и новый год наверное для вас это самый сложный период ноут он нелегкий в любом случае за вторым и стартуем и сегодня стартует сам проект зима в подмосковье и конечно же мы как говорится весь новогодний сезон открываем сегодня сегодня во всех парках округа и общественных локациях где с большие елки зажжется новогодняя иллюминация и вот это все состоится в праздничной торжественной обстановке с песнями танцами и играми любыми героями елки хватит которые будут петь хватит конечно за годишь готовились на на еще с готовь сами летом да 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 но в любом случае как бы наши коллеги учреждения и как культуры спорта и в парках ежегодный проект на как мы уже говорили и готовится заранее все все планируется и мы все ждем первого числа уже стартануть так чтобы все конечно же самое главное да вы про украшение говорили украшение украшениями да это все-таки визуальная история но на получить впечатление вот эти впечатления мы с удовольствием дарим нашим жителям как же внешне и внутренне с первого до с первого дня вот в этом году главной локации выбрана парк лесная пушка новый наш пар был устроен и совсем недавно открылся отличный парк были там и кстати с главой довольно много обсуждали этот проект потому что он действительно такой но для городского округа глобальный он глобальный интересные новые современные форма хочется в нем поработать да вот поэтому в этом в этом году там у нас как говорится установлена главная елка в которой на которой мы все соберемся тоже помимо всего округа и там тоже ждет жителей поселка октябрьский а также мы приглашаем всех люберчан кто у кого есть возможность доехать туда тоже на так сказать совметь вместе с нами открыть этот новогодний сезон приедет как всегда любимый герой наш дедушка мороз за горы очень договорились да да мы созвонились все будет хорошо обещал приехать ходе в октябрьский нелегко доехать надо тем не менее тем не менее он там будет и вот так же и в центральном парке до наташинские пруды парк сказок парк лапса летний театр малаховского озера все локации мы понимаем что кто-то может доехать там кто-то хочет просто выйдет он хочет съездить а для кого-то нет возможности можно просто выйти с детьми здесь рядом в ближайший парк и побывать на этом празднике и как зарядить себя новогодним настроением и дальше уже а вот кто работал над программой я так понимаю все таки раз это губернаторский проект то есть какие-то общие вещи да а есть какие-то уже локальные которые тоже вносятся в программу да все верно есть определенные проекты нам когда данных данного проекта вот некоторые мероприятия которые тоже будут реализованы на территории городского округа люберцы не вот и есть наши локально уникальные мероприятия которые мы тоже проводим здесь допустим один из таких масштабных проектов которые реализуются в рамках зимы в подмосковье также будет уже реализован завтра территории городского округа любит только начали уже крупный проект до открываем мощно да как и обещали первого елки зажигаем второго всех зажигаем звезды да можно и так сказать потому что к нам приезжает команда и я вербуха следовым шоу чемпионы на мой он состоится здесь на центральном катке на улице звуковая перед администрацией будет ярко незабываем и шоу илья вербух своим представлением тоже уже ежегодно приезжает из если не ошибаюсь третий год подряд уже к нам приезжает и собирает большое количество люберчан и я думаю что приезжают и соседних округов так как данный проект именно реализовываться не на всех вот тут площадка повезло потому что все таки я вербух это имя имеют все ребята которые там работают все это в хорошем смысле слова говоря таким профессиональным языком уже раскрученный в общем-то наш персональный российский бренд фигурное катание и не просто фигурное катание а именно как шоу до вербух стоял у истока в этого поэтому нам повезло я уверен что привет много но тут возникает вопрос при всем при том что каток который здесь недалеко у нас от студии а как все уместятся то если захотят посмотреть и тут сразу возникает вопрос а охраны объектов то есть чтобы все было как положено все будет как положено повторюсь мы принимаем уже не первый год и он собирает большое количество людей предыдущий год это был нанташинских прудах на ток аналогичный территория тоже небольшая но все как говорится мы делаем с удобствами для наших жителей и туристов которые приезжают к нам гостей не вот развода начала бы начало самого гала шоу в 20 00 но развлекательная программа начнется 18 разогреваль да конечно поэтому там тоже подготовлена программа и музыка увлекательной и встречи с героями не вот кто придет пораньше насколько вы ожидаете человек так примерно вот площадь вся будет я думаю что вся площадь будет потому что мы в этом году я думаю исходя из того что что здесь площадь побольше есть возможно побольше людей собрать не вот поэтому здесь в этом году собрали по шоу показывать здесь потому что парк все-таки вмещается меньше людей те кто будут рядом с самим катком они смогут увидеть так а те кто будут на площади будут выкровали на специальный кран конечно чтобы все увидеть всем будет хорошо видеть сопричастности но зато все видно конечно здесь прям вот слышно вот он катается здесь хорошо но начало зимы и все-таки 2 декабря потом рабочая неделя вот кстати вас как-то отличаться будут до праздника до нового года пока здесь остаемся будние дни от дней выходных конечно в будний день в любом случае мы также с первого числа когда даем старт проекту у нас открываются катки вот центральный каток каток наташевских прудах также на всем известных стадионах по всему округу по погодным условиям сейчас они позволяют тоже заливаются катки будут открыты не вот в ближайшие недели декабря можно будет проводить прекрасно время ну помимо этого в парках в центральном наташевского городе открывается резиденции дед мороза и впервые в этом году мы открываем избу резиденцию дедушки мороза это в томили на в театре кукол и радуга где дед мороз расположил как говорится и покой в этом году и будет встречать с первого числа по 22 число с четверга по воскресенье а с 22 уже еженедельно можно будет встретиться там там поселиться на какое-то время ну конечно когда рабочие на улице работе вы деда хорошо вот поэтому будни это такой досуг по возможности поскольку все таки рабочие и учебные дни а выходные это насыщенные программы уже начиная как с первых выходных мы понимаем в эти выходные а и дальнейшие выходные все у нас тоже раз приближать раз на второе число еще хочу дополнить что она все-таки запомнится вечернем шоу илья вербуха но у нас утром стартует наш собственный вот уникальный проект и люберец это культурно-туристический авто новогодний автобус в том году были первые рейсы если известно в этом году проект уже получил больший масштаб в рамках проект стоит 92 рейса вот и если в том году возможность прокатиться на новогодний рейс был только учащихся уж наших школ в этом году по желаю по пожеланиям жителей были увеличено количество рейсов выходные дни у нас можно попасть на этот новогодний автобус принять участие записаться можно музейный выставочный больше шансов стала попасть да да попасть и это увлекательное путешествие по городу с любимыми героями игры для детей вокруг елки и еще и подарок понять придачу сейчас сделаю небольшую паузу напомню что речь идет о зиме в подмосковье которая стартует сегодня во всех смыслах и сама зима стартует вот и в подмосковье особенно у нас гостях а григорий негин начальник отдела культурно-массовой работы комитета по культуре городского круга люберцы сделать большую паузу и вернемся студия напомню что эта программа открытый диалог сегодня говорим о губернаторском проекте зима в подмосковье на студии григорий григорьевич негин начальник отдела культурно-массовой работы комитета по культуре городского круга люберцы сегодня 1 декабря зима стартовала мы теперь узнаем что елки как это будут гореть во всеми своими замечательными огнями вот помимо этого уже 2 числа то бишь завтра выступление самого вербуха с команды здесь уже по традиции ну а дальше начинаются рабочие будни у деда мороза а у нас постепенно увеличивается праздничное настроение и что еще подготовлена в декабре конечно же вторая половина декабря это начало новогодних елок новогодних представлений которых ждут многие то чем еще все дети все дети ждут прекрасного события чтобы сходить на елку поэтому в городе запланировано во всех учреждениях культуры большое количество представлений новогодних можно заходить на сайт учреждений и приобретать билеты записываться на маленькие спектакли есть маленькие форме есть большие фор вообще вот команда которая готовит все эти представления но все-таки это же культурные мероприятия до или люди которые занимаются культуры хватает ли людей чтобы охватить вот такой огромный в общем-то люберцы уже не маленькие да у нас округ растет растет становится больше всегда чем скажу так что планы масштаб желания сделать еще больше больше поэтому людей будет всегда не хватать потому что хочется реализовать еще больше проектов интересно хочется порадовать еще большими какими-то интересными мероприятиями событиями вот поэтому у людей будет всегда не хватайте становится больше людей становится больше планов но в любом случае все кто могут и все кто должны были не все это вообще да все-все-все команды культуры в первую очередь да она задействована в подготовке мероприятий и в принципе зима в подмосковье такой туристический проект в котором привлечены это большая командная работа всего округа да здесь культура спорт парки образования здесь ну вот как сам проект объединяющий московскую область здесь также и в рамках нашего округа нас объединяет всех этот проект и мы вместе реализовываем много проектов удавайте мы конкретно скажем по декабрским да вот один из тоже больших интересных проектов которые также принимают участие весь наш округ мы приглашаем всех жителей с удовольствием принять участие 16 декабря в центральном парке пройдет большой аппарат дед морозов снегурочка все сказочные герои начиная от трехлетнего возраста и да как бы какое ей желание поэтому если есть костюмы любимых сказочных героев или любой костюм вы ходите всей семьей к нам сюда здесь тоже будет выбирать самого лучшего самого я выиграть интересного да ну а самое главное конечно получить эмоции кстати если мы все вместе соберемся в костюмах предновогодние маскарад это было весело интересно будет музыка выступления угощения это по традиции как говорится по умолчанию не оговариваться поэтому приглашаем всех и также уже потом через неделю будет еще один не менее интересный проект это фестиваль люберецкая варежка 2023 тоже запланировано большое количество интересных мастер-классов выступлений как для маленьких детей так для и подростка будут квесты по парку квизы и так для взрослых через помастерить мужа и да да и помастерить и и в принципе дают на новый год и даже все-таки атмосферы эмоции это то что будет спорта еще есть спорт на этих мероприятиях вот да к чему мне хотел сказать спорт здесь неотъемлемая часть потому что зима это много видов активного вида отдых до на свежем воздухе и не на свежем воздухе поэтому у нас запланировано в в локациях той же лесной опушки в котором но большая лыжная трасса на стадионах также и в трех в остальных парках округа будут специально прокатаны лыжни снег позволяет и поэтому все желающие могут прийти а на конец января запланирована наша люберецкая лыжня который традиционно из года в год проходит будет лыжня имени прокуророва не вот и спортивное ориентирование которое данное время набирает обороты пройдет в зимнем формате зимняя вот это тоже интересная история будет межмуниципальные такие соревнования поэтому думаю наши ребята тоже достойно с большим интересом призы будут грамоты конечно безусловно безусловно вот и под завершение уходящего года в декабре заключительным мероприятием это уже тоже ежегодно и большая хорошая добрая традиция 20 в этом году нас 27 декабря состоится большой новогодний концерт в дворце спорта триумф а вот куда приглашаем тоже всех жителей безусловно это всегда я яркий спектр эмоций выступления наших артистов приглашенных артистов это спецэффекты это просто хорошие новогодние песни которую можно вместе там за три дня до нового года с нами более там останется поработать совсем чуть-чуть а это может быть уже договориться и 20 до поэтому это тоже как говорится обязательно приходите мы будем потом новый год новый год праздник семейный на каком-то этапе люди немножечко займутся семьи будут ходить друг другу в гости так далее что будет после нам вот от этого и отталкиваясь когда новогодние каникулы это хорошая традиция ходить в гости до поздравлять друг друга так и зародился наш зимний фестиваль в люберцах который проходит на территорию округа уже тоже третий год и набирает масштаб свой определенный в этом году он стартует 2 января и это большие классные здоровские праздники во дворах в этом году праздник состоится в 31 дворе округа а что там будет во дворах это как традиция да поздравь соседа вот и мы просто создаем некие приятные условия собираемся все вместе возле елок с песнями танцами угощением горячим чаем то есть даже особенно особенно на это важно для тех кто может быть ну либо один встречает новый год либо ну как то знаете по разному бывает а тут просто будет создана атмосфера для всех они для семьи и для одиноких и для молодых и для пожилых для всех безусловно это подходит всегда задумываясь надо аудитории мероприятий перед тем как его реализовать это тоже одна из аспектов которые мы опирались но и безусловно что это собирает нас всех объединяет нас всех а тем более в такой непростой сложное время когда по разным причинам до люди перестают общаться до этого момента разные были истории и вот а сейчас такие вещи они объединяют вместе за 100 лет провести время вот и эти праздники пройдут со 2 по 7 января во дворах в парках на общественных территориях на стадионах будут всякие проходить матчи между дворовыми командами и так далее вот и 7 января завершится наш фестиваль большой большими рождественскими гуляниями на главной площади перед администрацией возле катка там будет и костюмированные катания на льду и народные гуляния с играми забавами как большая из 100 из старинных фотографий дали старинных фотокарточек но это будет а это будет в идеале ну конечно мы ждем всех вместе с нами в рождество собраться здесь тем более там тоже у нас по по выходным дням добавился добавился еще один день до что потом всем собраться восьмого числа и отправиться на работу поэтому вот такой масштабный фестиваль в любом случае хотелось бы да так сказать что любое мероприятие наша задача создать условия а конечно создают праздники и сами люди которые приходят хорошим мероприятия с хорошим настроением наши жители округа всего любят праздники мы любим делать для них ну то есть такой совместный проект должен состояться немножко еще вопросов по поводу организации питания инструментария и опять же той же самой охраны и всего-всего-всего-всего и плюс медицинская помощь я так понимаю что тоже вами все учтено на больших мероприятиях особенно конечно безусловно это всегда главные моменты которые идут также по умолчанию безопасно обязательном медицинам в обязательном порядке это не оговаривается все все эти нормы соблюдены которые необходимы для культурно-массовых мероприятий для спортивных мероприятий вот это все соблюдается и безусловно будет обеспечен на каждом мероприятии ну и когда же все-таки зима в подмосковье плавно перетечет в весну когда заканчивается обычное мероприятие именно сам проект завершается в конце и календарный завершение календарной зимы в этот раз это будет 29 февраля в этот раз будет этот 29 февраля обычно мы захватываем в зиму в подмосковье еще нашу масленицу которую гуляем также единым фронтом с московской областью вот но в этом году масленица у нас позднее него это на уже во второй половине хорошо нужно отдохнуть от праздников да немножко отдохнем и пойдем в масленицу но мы знаем что март тоже часто бывает достаточно снежным если есть снег значит есть и зимние активности зимние мероприятия которые мы с удовольствием можете продлить из не будет свернулись все в праздник закончится до свидания но вообще у нас круглый год праздники главное знать где посмотреть главное знать где где узнать о них и мы с удовольствием всегда всех ждем а вот скажите я так понимаю что так как этот проект все-таки губернаторские той контроль естественно осуществляется определенные то есть все ваши коллеги во всех уголках московской области все вот сегодняшнего дня стартанули и в общем-то каждый на своем боевом посту обеспечивает вот эту праздничную атмосферу много людей этим занимается да все верно един даже больше скажу что сегодня елки почти во всех округах в единое время с 18 00 это тоже начиналось с маленькой акции вот это и 1 декабря и вот возможно это и стала стартом для такого большого проекта вот команда большая и в министерстве культуры и туризма скосковской области работает над созданием того же бренд булка тех же интересных программ видео таких больших фестивалей больших каких-то вот и интересных парадов проектов даже чтобы подготовить те же выступления таких артистов как илья вербух его команды конечно вот это стоит до долгого времени подготовки и это все прорабатывается но пришло время этому воплощаться поэтому сегодняшнего дня до 29 февраля многие наверное не в курсе что високосный год у нас наступает совсем скоро пусть вас это не страшит на один день больше зимы в подмосковье губернаторской программы который нам сегодня рассказывал начальник отдела культурно-массовой работы комитета по культуре городского округа люберцы григорий григорий шнегин мы сюда вот вас конечно сложно поздравлять с этим но тем не менее люди когда любят свою работу они же с этим с удовольствием занимаются тем более что все таки у вас будет два дня когда можно будет перевести дух но только два с 31 по 2 2 стартует продолжение зимы подмосковье желаем вам удачи успехов ну и я думаю что по итогам зимы в подмосковье можно потом прийти встретиться может привести каких-то интересных людей которые вы там принимали участие потому что действительно серьезный проект хорошо спасибо приходите тоже на празднике увидимся отдыхать и радовать всех спасибо большое это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко всего доброго до свидания у